здравствуйте друзья доброе утро в соединенных штатах пока вот я еду на работу и с вами беседу в это же самое время происходит битва за реформу здравоохранения которая уже как бы даже получила такое название в народе как трамп кирк вот по аналогии с обама кирп события драматические потому что непонятно чего и как делать хотя понятно что хорошего ничего не получается получается но или так плохо или так плохо то есть трифкин кафтан в общем находящиеся в большинстве так сказать в обеих палатах республикации чешут репу у них ничего не получается но в общем они хотят довести самую реформу до конца но как-то у них ну что-то такое сделать уже на самом деле существенно даже не только какая она будет эта реформа а уже просто ну как-то списать знаете как вот подписано так спричь долой в общем никак не подпишут в общем обсуждают даже вот неожиданная идея возникла задержать каникулы августовские там как-то вместо вот там месячишка значит там пару неделечек все-таки поработать и добить от самой реформу но пытаются договориться новые версии возникают там еще что-то идет процесс некоторые сложно действительно не непростое дело и тут значит интересное событие такое произошло помимо того что как идет битва искать за реформу есть у нас такой штат называется кентаки по-русски обсказали кентуки вот здесь говорят кентаки в штате кентаки который исключительно республиканский такой консервативный прямо лавинообразно голосовал за трампа там и так далее но я думаю дело не в трампе но просто республиканская линия так вот и там есть два сенатора очень заметных два сенатор оба заметны хотя сенаторы вы сами понимаете их на всю страну там 100 человек то они в общем то более-менее все заметны но эти очень один из них его зовут рэнд пол он такой очень консервативный и такой ну как сказать вот когда речь заходит о здравоохранении например он говорит все к чертой матери отменить никаких субсидий там налоги которые там были все поснимать для обеспечения искать финансовые тогда все поснимать все подменять чертой матери ничего не на и он такой известный известный популярный влиятель есть другой макконнелли его зовут он не просто так сенатор а он даже председатель республиканского большинства в сенате вот ну когда есть большинство когда нет очень мало ли там за главного у республиканцев сенате если меня спросить несколько при противнейший тип в общем то но не важно в общем такой какой-то оба они из этого самого кентаки и если значит тот же председатель он пытается пропихнуть реформу некую а тот который значит пол рэнд он против категорически потому что видит вот в предлагаемой реформе как бы такие-то элементы он это называет обама кер лайт облегченная версия такая обама кера шума где что-то отмена обама кера вот они как бы из одного штата из одной партии но на разных позициях это тоже понятно потому что председателю это надо всех республиканцев до кучи собрать то есть он не может быть полностью так сказать вот на какой-то стороне он должен как-то так скомбинировать а тот можете позволить быть бескомпромиссным в общем вот такая вот история это это предыстория а история состоит в том что вчера в среду штат кентаки отправился с таким как сказать чирлидерским таким порывом вице-президент соединенных штатов господин пенс и он значит за выступал тому среди своих собрались свои и он как чирлидер должен был так с этих завести позитивчиком так сказать обдать ну и он им сказал что не еще не успеет лето закончится как значит республиканцы примут эту самую реформу здравоохранения ну пообещать обещать можно я забыл как звали этого турецкого там пашу у которого суворов измаил отбил этот паша сказал раньше небо упадет в дуна и чем русские возьмут измаил вот вот он примерно такого плана год там раньше это еще еще не наступит осень как мы сделаем эту реформу ладно что он еще сказал он сказал что вот вся проблема принятия реформы по которой республиканцы как мы знаем не могут друг с договориться проблема по-настоящему он состоит в демократах потому что вместо того чтобы признать несостоятельность обама кера и объединиться с республиканцами так сказать по его отмене вот они значит занимают такую выжидательную позицию участвовать не хотят причем значит вот вот все из-за них короче то есть самое интересное что какую позицию должны поддержать демократ тоже непонятно потому что этим ничего не предложили ну то есть они же в республиканской партии договориться не могут понимаете то есть как бы в общем оказалось что виноваты демократы я думаю позже но хорошо что не евреи могли быть евреи но мало ли кто там не виноват давайте его скажем что вот из-за него все проблемы оказывается и причем что интересно на самом деле они же не хотят демократов вот они не хотят пойти к ним навстречу и сказать давайте вот мы вместе сделаем демократ не против вот этот самый макконнель который председатель он пугает своих однопартийцев он их пугает более консервативных он говорит если вы значит будете такие же вот не уступчивые я тогда сейчас вот демократом пойду и тогда эта реформа будет гораздо более либеральной то есть демократы вот они то есть они они во первых не отказываются во вторых эти знают что можно к ним пойти и договариваться но но на тип только пугает он не хочет вот это очень короче демократы и виноваты оказать я хочу сказать что тезис о том что неспособность республиканцев договориться друг с другом это вина демократов этот тезис высказал президент трамп когда самый первый раз еще в палате представителей обсуждалась на реформа и сорвалась и он вот в сердцах сказал что вот все из-за демократов хотя в принципе хотя мог бы сказать что вот виноваты те в республиканской партии кто не поддержал какую-то линию потому что ему все равно какая там эта реформа будет у него хорошее здравоохранение самого поэтому ему без разницы или подписать кричать ура там победу какую-то протрубить там еще что-то но но не как-то вот и он сказал что я очень разозлюсь сказал он если они сейчас сорвут это дело все время идет там другие какие-то проекты значит которыми надо заниматься ней никогда них не доберутся там налогообложения в частности система налогообложения я хочу сказать что все-таки какой-то знаете как какая-то патология происходит в политической системе в целом я не хочу это исключительно на республиканцев свалить но все-таки я думаю это уже да когда он это все говорит то есть люди я не хочу сказать что их нет они есть я не хочу сказать что это единицы их в общем-то толпа этих людей которые слушают и говорят да блин все из-за демократов вот и я думаю что вот вот эта администрация в целом я раньше думал что это вот трамп у него есть какие-то вот зомби и там и он к ним апеллировать тоже не зомби уже не с ним это все понятно остается только зомби надо как бы с ними поддерживать отношения на будущее остальные как бы республиканцы я думал они вот как-то все-таки может быть более рациональные как бы понимают что нужно как-то шире брать кроме зомби там еще есть люди даже внутри партии ну и они не могут вот мы смотрим на на пенса который казалось бы из из системы человек он системно был губернатором штата индиана знаете то есть казалось бы вполне такой функционер и вот он выступает и апеллирует к людям лишенным как бы способности но вообще способности решенным знаете и и вот это контингент потому что каждый кто не лишен способности он в ужасе должен был бы быть и и как бы какая недееспособность как какая вообще вот как вот так что интересно очень ну то есть когда человек когда трамп был в сердцах так вот он расстроен там неделю там что борьба такое вот все и он вот это сказал ну понятно что он сказал чушь и выставил себя там посмешищем но на посмешище но он это в сердцах но вот сорвался наверное если бы он немножко был так сказать поостыл бы умом он бы может быть так не сказал а этот уже вполне остывшим умом повторяет вот эту же самую ахинею и я да я даже не знаю ну мог бы свалить на обаму очередной раз мог бы свалить на конституцию неправильно написанную отцов-основателей которые недопонимали потребности общества я не знаю на кого еще можно свалить но да хотя справедливости надо ради надо отметить что обама тоже был нездоров признавать какие-то ошибки свои как-то вот не помнится не не помнится за ним чтобы что-то признавал все время что-то такое оспаривал в общем такие у нас друзья политики да пойду к я за работу а то у них там понимаешь реформа а у нас студенты правильно что важнее студенты или реформа которая не все равно провалит вот вы знаете ответ счастливо а